Светочкина сказка Жила-была девочка Света Фонарикова. Она умела из кубиков строить большую башню, пылесосить игрушечным пылесосом, любила детские песенки, но не любила одеваться на прогулку и в детский сад. Ах, как это утомительно, одеваться! Вот бы изобрели какую-нибудь машину, нажал на кнопочку и одет, мечтала Света. И вот однажды Светочка проснулась утром и увидела в углу какую-то конструкцию. Она подошла к ней и та металлическим голосом сказала «Я робот, нажмите на кнопочку и вы будете полностью готовы идти в детский сад». «Вот это да!» – воскликнула Света и тотчас же нажала на кнопочку. «Все хорошо, но только одета она была как человек рассеянный с улицы бассейной. Там, где должна быть кофточка – брюки, там, где брюки – кофточка». Света покатилась с осмеху. Пришлось переодеваться, причем самой. Не пойдешь и в детский сад в таком виде, дети будут показывать пальцем и хохотать. Но робот Свете понравился. На следующее утро она проснулась пораньше. Ей очень хотелось нажать на кнопочку и посмотреть, как работает робот. Девочка с удовольствием нажала на кнопочку и вновь услышала металлический голос, говорящий о том, что она полностью готова. И опять пришлось переодеваться. Но это было не утомительно, а главное – не скучно. Девочка поблагодарила робота за помощь. Робот помог Свете еще несколько раз, но каждый раз он что-то перепутывал. Света решила посоветоваться с папой насчет ошибок робота. Умные эксперты специально настроили робот так, чтобы он совершал неправильные действия. Это сделано для того, чтобы дети потом самостоятельно переодевались. Так вот оно что, воскликнула Света. Она исправляла все ошибки робота молча, не капризничала, не топала ногами. Как не жалко было Свете расставаться с роботом, но это пришлось сделать. Девочка уже все умела делать сама и без капризов. А робота отдали в другую квартиру, там, где было два малыша. А то, когда они собирались на прогулку или в детский сад, там стоял такой крик, что соседи затыкали уши. Им робот точно пригодится.